Друзья, всем привет! Меня зовут Павел Возмищев, и в этом уроке я покажу 4 способа, как можно поменять цвет объекта. По классике мы начинаем с самого простого инструмента и суть его заключается в том, что мы выбираем наш объект, который будем изменять по цвету. Я использую для этого инструмент быстрое выделение, но вы можете использовать любой другой, например лассо или волшебная палочка. Аккуратно проходим по всем границам, проверяем правильность выделения, далее переходим в верхнюю вкладку и создаем новый слой, который называется цвет. Для удобства меняем режим наложения цветность или в английской версии color, хотя вы можете это сделать позже, но сейчас просто это быстрее. Удобство заключается в том, что мы в любой момент можем поменять оттенок, можем исправить маску и доработать ее при необходимости. Эта методика очень популярна и существует множество вариантов ее применения. Поскольку у многих предметов на фотографии существуют рефлексы или блики, с ними по хорошему счету нужно тоже поработать. Но в такой методике достаточно трудоемко, аккуратно сделать мельчайшие изменения оттенка. Поэтому сейчас мы выкрутимся простым и действенным способом, просто обесцветим те рефлексы, которые есть. Визуально это сделает фотографию чище и не будут возникать вопросы о цветовых пятнах. В любой момент времени мы можем вернуться к нашей маске, изменить ее или исправить, таким образом сделав обработку еще чище и аккуратней. Второй способ изменить цвет на фотографии это использование инструмента цветовой тон насыщенности. Это тоже классический распространенный вариант, он очень быстрый и очень удобный, у него есть несколько вариантов применения, я покажу по крайней мере два. С помощью пипетки выбираем необходимый цвет и далее меняем его оттенок. Чем более резкая наша фотография и зона работы с цветом, тем адекватнее будет применяться наш инструмент. При этом не забывайте смотреть на маску и смотреть на какие-то оттенки, которые могли случайно попасть в нашу зону. Помимо цветового тона в этом инструменте мы можем изменить еще и яркость и насыщенность оттенков. И иногда это приводит к очень интересным результатам, поэтому экспериментируйте и делитесь своими результатами. Третий способ похож на предыдущий и здесь в основе будет лежать инструмент цветовой тон насыщенность, но он нам пригодится для того, чтобы создать свой маску и работать уже по ней. Для этого создаем свой цветовой тон насыщенность, тыкаем пипеткой на определенный слой, выкручиваем насыщенность на минус 180 и яркость и насыщенность докручиваем так, чтобы получить максимально контрастное изображение. Далее меняем режим наложения на вычитание и таким образом мы увидим визуальную разницу наших слоев. Это и будет являться тем местом, куда применяется инструмент. Поскольку все цвета на фотографии чаще всего не являются однородными, а представляют собой некий градиент, для этого внизу есть корректировка, которая позволяет поработать с границами оттенка и сделать так, чтобы весь цвет попадал в наш диапазон. Далее мы дорабатываем нашу маску, обесцвечиваем ее с помощью инструмента черно-белая и выбираем преднастройки, которые называются максимально белый. Суть их заключается в том, что мы получаем максимальный контраст, но даже этого контраста недостаточно и поэтому дорабатываем его с помощью дополнительного инструмента кривые. Нужно максимально приблизиться к маске с черными и белыми оттенками, по возможности исключив серые тона. Все эти слои были вспомогательными и вы можете добиться такой же цели, используя инструменты, которые вам по душе. Для удобства склеиваем все слои, переходим во вкладку каналы, нажимаем control и выбираем любой из каналов, для того чтобы сделать выделение. Не имеет значения на какой из них нажимать, потому что они все одинаковые. После того, как выделили маску, переходим в режим коррекция и создаем слой цветовой тон насыщенности. При этом скрываем предыдущий вспомогательный черно-белый слой. С помощью этого метода можно работать над сложными формами, изменять оттенок на разных предметах, а еще я люблю копировать этот слой и переворачивать маску. Таким образом, первый слой будет отвечать за одни предметы, а второй слой будет отвечать за противоположное. Вы можете комбинировать свои коррекции, используя где-то цветовой тон насыщенность, где-то кривые, где-то выборочную коррекцию цвета и множество других инструментов. Еще один плюс методики в том, что мы не привязываемся к определенному инструменту цветокоррекции. Вся суть создания маски, а какой инструмент применим, это уже наша творческая фантазия. Четвертая методика сильно отличается от предыдущих, и здесь мы будем переходить в другое цветовое пространство, которое называется LAB. В этом цветовом пространстве мы имеем независимую работу с яркостью и оттенком на фотографии, что в данном случае будет необходимо. Заходим в каналы нашего изображения, выбираем тот канал, который наиболее контрастен, то есть там, где в данном случае модель сильнее отличаются от фона. Делаю копию этого канала, нажимаю Ctrl-L для того, чтобы с помощью инструмента уровни сделать канал более контрастным и создать слой маску. В идеале приблизиться к максимально контрастному изображению. Нажимаем Ctrl на нашей слой маски, включаем все остальные каналы для видимости и добавляем инструмент цветовой тон насыщенность. Здесь я вижу, что на модели остались некоторые цветовые пятна. Для этого я снова нажимаю инструмент уровней или Ctrl-L и довожу контраст до необходимого, пока пятна не скроются. Мы поработали с задним планом, но в некоторых случаях требуется изменение переднего плана. Для этого я дублирую наш слой, переворачиваю маску и делаю новую корректировку, которая будет подходить для модели. Во всех методах, которые я показал, часто приходится дорабатывать маску и я для этого использую инструмент кисть. Белой и черной кистью рисую те области, которые мне необходимо подправить. Абсолютно все методы строятся на получении какой-то маски или границы одного цвета на фоне другого. Поэтому наиболее приятно и быстро будет работать с резкими одноцветными фотографиями. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, какой метод вам ближе и каким пользуетесь вы. И до скорых встреч!